Вы пили долго? Нет, в жизни. Со школы. Стрессы. Всегда пью. Да, сейчас уже всё. А как давно вы пьёте вот эту воду Хэллоби? По месяцу и несложно. Началось с того, что ели мы раньше мясо каждый день, питались каждый день мясом, как все нормальные люди. Да, да. Нормальные в кавычках. Да, естественно. Потом у меня случилось как, что у меня начал иногда желудок болеть, дошло как бы, что я мужик 100-килограммовый, вызвал себе скорую помощь, меня забрали, сказали там, ну, как у нас в медицине сказали, камни, не камни, зонт глотать. Я понимаю, что я питался с помощью жены всю жизнь нормально, как положено нормальные люди. К отлетками, сосисочками, да? Ну, не было такого у нас как бы... Ну, сосиски. Ну, правильную местную еду, вот так сказать. Понятно. Потом мы увидели вас в интернете, понятно, скептически относились. Ну, понятно. К этому вот аппарату скептически мы относились. Жена говорит, у нас там как вопрос стоял или поехать три раза в магазин купить сумку, ну, еды или купить, или выделить деньги на воду. Это же говорят, как некоторые, дорого. Да, да, на самом деле нет. Всякую фигню покупают, это не дорого. А жизнь купить, это дорого. Как вы и с мобильным телефоном. Да. И началось у нас как? Ну, жена пила таблетки периодически, постоянно мизин от желудка. Да, да. В нем мясо тяжело, уже переварим. Ну, купили мы... А мизин, как известно, для желудка не заменил. Да, да. Купили мы вот фиалоби. Ну, название не можем назвать. Хэлоби, да. Да, да. Но то, что как бы на своих сто процентов отрабатывает этот прибор, это однозначно... Ну, свою историю я расскажу. У жены прекратились желудок голова сто процентов. У меня вот туда появляются боли в желудке, да. Ну, когда я перестал есть мясо, когда после вот, ну, в больницу уехал, сделал на диете. Нормально вроде на диете, ничего не болело. Потом мы с ценой один день решили, делаем разгрузочный день по мясу. То есть мы себе разрешаем один день в месяц, есть, короче, вплоть там пиццу, шашлык там все. И вот мы приехали, были на Украине, живем по лесам родом оттуда, в городе Луцк. Луцк, привет. Зашли в пиццу. Съели филичита, привет. Тоже съели пицца очень хорошая и вкусная, ну, типа реклама. Давай не будем бесплатно. Ладно, ладно. Ну, я, ребенок нормально, а у меня как бы желудок много. Я прихожу. Раньше я, перед этим разом, я выпивал восемь нож. Один раз, мне было, когда скорая оказалась. Мне не помогло. Я прихожу. Жена сидит с сестройкой колечок, пьет у нее нормально. Очень редко. Очень редко мы по пути к этому оздоровлению, правильной форме жизни. Я прихожу, у меня проблемы с желудком, я эту ступку наполняю водой, делаю водород. Конечно, я там допускал, что оно поможет, да. Но как бы у меня явного, никогда не было явного такого, чтобы мне вот сто процентов помогло. Сделал я эту воду, выпиваю. В пять минут я слышу, у меня теплота здесь. Через пять минут я одеваюсь, у меня приходит боль, которую я ножкой не мог никогда успокоить. Я целые сутки, у меня было два года назад Новый год праздновал. Я целый Новый год все празднуют, я со всех сливаю свою злость, потому что очень большая боль. Я не знаю каким образом, что оно поможет. Наверное, водородная вода, вот эти жиры, яды, как она там закрывает. У нас еще больше надежды на него. Так вот, смотрите, что здесь. Я советую купить эту книгу, и даже это есть истина природная. Потому что это давно все, лет двадцать уже известно. Понятно, что это никогда медицина не признает, пока система эта существует поганая. Это понятно. А это истина. Вот как вы, да? Приходят люди, вы на ролике видели, и так же рассказывают. Вот как вы смотрите, что тоже рассказывают, как произошло. Сразу, иногда недели, иногда стервые стаканы, иногда... Там вот мамы по восемьдесят с чем-то лет, такие два человека приходила, рассказывала, как с почками почти отказали. Поскольку у меня мама пенсионерка, восемьдесят лет, вот, и у нее затруднение как бы с мочеиспусканием. Ну, с почками проблемы. Ну, да, да, есть, есть определенные проблемы уже с почками. Ну, да. И она днем практически в туалет не ходила. И случалось, если ночью, то прям по чуть-чуть. Вот. И, значит, я принес прибор, сделала она воду. Вот. Выпили, сидим, разговариваем. И вдруг она мне говорит, что хочу в туалет. Ушла в туалет. Долго ее не было. Возвращается. И, говорит, с детства так практически не ходила в туалет. То есть прудила, извиняюсь, угрожение, как лошадь. Здорово. Вот. И где-то неделю у нее вот выходила, выходила, выходила здесь. В прошлом месяце я взял два таких, подарил маме, дочке. Через недельку позвонил. Думаю, мам, ну как там? Я, кстати говоря, его взял и фокус есть сразу. А, и фокус? Да. Мама говорит, я стеснялся себя сказать, потому что мужчина и женщина. Потрясающе. Я давным-давно, но она очень дружит с медициной, с этим конвейером смерти. Она очень много есть этих таблеток. В общем, у нее там 80 лет ей в этом году исполняется. Она мне говорит, я стеснялся себя сказать, но, говорит, я давно-давно так не... Раньше один раз в туалет ходил за три дни. Высчет каждый день. Ну, по-малому, так сказать. Вот то, что... По-большому. А, вот даже так. И по-большому. По-малому, это само собой, она говорит, просто прекрасно. Понятно. У нее с кишечником проблемы, так сказать. Естественно, естественно. Ну, там есть все подряд. Понятно. Есть все подряд. И таблетки подряд. И тем не менее, она ощутила сразу, да? Мама моей давления уже нет. Таблеток не будет. Тоже пьет воду, да? Буквально две недели. Две недели. Мы планируем родителям тоже купить. Конечно. К маме одной домой обязательно. Вот вы сейчас тоже взяли, только что пришли, да? Просто случайно. Вот... Нет, ну я имею ввиду, что там лежит. Не жалеете, что взяли? Нет. Ну, естественно. Потому что вот, вы видели, люди случайно пришли совершенно, да? Вы просто встретились. Мы приехали, чтобы вас вживую увидеть. Я понял. Потому что на этой выставке мы считаем, что вы самый главный. Ну, благодарю. Я очень рад, что именно товары, свои продукты действительно людям реально приносят пользу. Причем неважно, это шоколад наш сыроедный, живой или соусы, или вот приборы. Это пища жизни и вода как основа жизни. Нет. Прибор я рекомендую, надо попробовать. Не купить телефон. Лучше Nokia 3310 на рынке купить. Именно. И вот этот аппарат. Именно. Человек почувствует. Да. Скажи, как вот с мамой, что вы говорите, вы привезли ей? Я приехал к матери, у нее она была после инсульта. Так. И сейчас у нее, как бы, такие признаки, можно сказать, ну, с сердцем проблемы. У нее вены напухали, как бы, и ноги отекали. Когда она попила эту воду, у нее прямо через 5 минут на глазах вены делаются нормальные. Ну, это потому что давление снизилось, сосуды до нормы сузились. Во-первых, кровь, она же, как я рассказываю, начиная через 5-7 секунд после выпитого стакана воды, она начинает разжижаться. И легче течь. И на сердце снижается нагрузка. И в каждую клеточку легче проходит. Потому что она разжижается. Вот и объективное доказательство того, что я говорю. Да. Как это было на практике. Правильно? Это было 100%. Ну, очень рад. Здоровья вам и маме. Спасибо большое. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. 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 Спасибо.